Всего в структуре фонда капитального ремонта Владимирской области находится более 11 тысяч многоквартирных домов. В прошлом году капитально отремонтировали 311. Еще по 114 была разработана проектно-сметная документация. В этом году идут работы. Общая стоимость уже сделанного больше миллиарда рублей. Это обновленные крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, лифты, фундаменты. А еще за счет собранных средств в домах проводят энергоэффективный ремонт. Устанавливают погодозависимое оборудование, чтобы жители не жаловались на перетопы и недотопы. Утепляют фасады, крыши, меняют светильники на светодиодные. На первом месте по работам стоят, конечно же, крыши. На втором – лифтовое оборудование и на третьем – фасады. Что касается работ по энергоэффективному капремонту, на 2021 год была сделана рекордная, самая масштабная в Российской Федерации заявка по количеству домов, а их было 64. Эти работы продолжаются, и количество заявок с каждым годом увеличивается. Но есть и проблемы. Тяжело идет капремонт домов, признанных объектами культурного наследия. Таких в программе – 124. В 2021 году был выполнен ремонт в двух домах, а еще в первом полугодии были сложности с подрядчиками. Цены на строительные материалы и процентные ставки на кредиты выросли. В отведенные сметы укладываться не всегда получалось. Но к августу ситуация нормализовалась. По всем объектам идут работы. Напомню, в этом году взнос на капремонт повысили с 7 рублей 15 копеек до 7 рублей 50 копеек за квадратный метр. Это позволило существенно продвинуть многие дома в очереди на ремонт.